О, господи, это что еще за звуки? Так, стоп, подождите, где это я вообще нахожусь? Ничего не понял? Так, ладно, ребят, всем привет, меня зовут Скрэйч, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, вы уже поняли, я проснулся от какого-то непонятного шороха. Я нахожусь непонятно где. Да ладно, допустим, но по крайней мере здесь есть какая-то записка. Привет, если ты еще жив, точнее, если ты читаешь эту записку, то знай, что меня нет в живых, как и почти всего мира. Так, стоп, подождите, это что-то страшное, что ли, произошло? Какие-то лианы, как будто здесь давно уже что-то произошло. Да, я ничего не помню, я даже не помню, как сюда попал. В какой-то я квартире вообще странной нахожусь. В нашем мире случился апокалипсис, кого, блин, так? На всей планете остались единицы живых, но я надеюсь, все еще можно исправить. Что это вообще значит? Я вообще ничего не понимаю, здесь какие-то двери, видимо, я в каком-то небольшом жилом домике. Это, видимо, какая-то кухня. А здесь вообще еда хоть какая-нибудь есть? Я же от голода тут скоро помру, если случился апокалипсис. А, стоп, подождите, здесь еще четыре страницы. Скажу тебе одно, что в этом городе были спрятаны инопланетные технологии, которые, по легенде, должны все вернуть назад. Я надеюсь, ты сможешь это сделать. И технологии, о которых я сказал ранее, оставили наши очень давние предки. Будем надеяться, что их никто не украл. Какие-то предки уже нарисовались, а я даже никого не знаю. Ну ладно, допустим, какой-то очень и очень странный дом, какой-то очень и очень странный город. Я не знаю, безопасно ли вообще сейчас выходить на улицу или не безопасно. Так, здесь какие-то газеты лежат. Так, это все неинтересно. Очень много газет, видимо, это мусорка. Так, стоп, подождите, это я только что рылся в мусорке, что ли? И мне вообще бы какой-нибудь фонарик найти или факел. Но вот вопрос, где мне его вообще найти? Так, я вижу где-то здесь свет и... О, да, здесь есть факел, все, балдежненько. Мы, по крайней мере, теперь с вами будем видеть. Так, подождите. Ой-ой-ой, там пауки, ой, зомби повылазили. Так, подождите, подождите, подождите. Я, пожалуй, спрячусь в домик и дочитаю ту самую записку. А теперь главное, тебе предстоит найти часы, которые дадут тебе возможность становиться пришельцами. Это тебе понадобится, поверь мне. Также в этом городе спрятаны необходимые части для создания зеркального измерения. Что за зеркальное измерение, еще не понял. Оно создаст точную копию нашего мира, где ты сможешь быть богом. Надеюсь, тебе помогла эта информация. И да, готовься к тому, что тебя ждет безумно много опасностей. Чуть не забыл, технологии находятся на самом верху круглого здания. И это вся информация, которая у меня есть, что ли? У меня больше вообще ничего нет. Ни инструментов, ни оружия, ни еды. Только куча лиан, деревьев и так далее. И пустые горшки, которые стоят просто повсюду. Ребят, как вы думаете, кто вообще мог оставить эту записку? Может быть, это кто-то из друзей Бентена или из его родственников? Да стоп, предки! Значит, это кто-то из родственников. Ну, в общем, предположения ваши я жду в комментариях. А нам прямо сейчас нужно раздобыть хоть какое-то оружие. Здесь тоже что? Эм, да. Новости, я понял. Здесь везде новости. Так, мне бы залезть куда-нибудь повыше. Допустим, по вот этим лианам. Хотя бы на какое-нибудь дерево и найти большое круглое здание. Так, большое круглое здание. Ага, вот же оно. Возможно, нам как раз-таки туда и нужно. И надеюсь, что по дороге мы найдем какое-нибудь оружие. А то с паучками с этими как-то сражаться не особо хочется. А вообще, мы можем как бы добыть дерево, скрафтить оружие. Все-таки нам предстоит пройти вот это вот все здание. И нам по-любому понадобятся вещи. Так, я думаю, этого количества дерева, которое я добыл, нам хватит. Хотя бы для того, чтобы сделать себе деревянный меч. А то сражаться голыми руками, это прям вообще капец будет. Так, делаем деревянный меч. Ну, на всякий случай, сделаем деревянную кирочку. Ну, а раз мы сделали деревянную кирочку, можно бы этой булыжничка добыть для того, чтобы сделать деревянный меч. Ну и сделаем себе топорик. Так, в итоге меня хватило только на 5 булыжника. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Так что давайте сделаем себе кирку и меч. И в принципе, я думаю, этого хватит. Топор нам не думаю, что понадобится. Ну, кроме как для того, чтобы сломать этот верстак. А интересно, а какие часы Бентена мне вообще достанутся? Потому что инопланетные часы, ну я как бы уже понял, что речь идет о Бентене. О ком же еще может идти речь? Так что нам нужно... Эх, трава, листва, господи. Нам нужно быстрее отправляться в то здание. И, по крайней мере, меня радует то, что уже на улице светлеет. И не так все будет страшно и крипово. И вообще, что случилось с этим миром? Господи, скелет меня напугал очень сильно. Так, иди сюда, братишечка. Ты же понимаешь, что скоро тебе не жить, потому что как бы уже вот, да, ты горишь. Так что давай до свидания. О, у нас появился еще и лук. А вот, кстати, то самое здание. Ход в него заколочен. Ладно, возможно, нам предстоит пробраться вовнутрь. И там будет то, что нам нужно. Возможно, это здесь был какой-то офис. Ну, а что здесь еще могло быть? Компьютеры стоят разные. По-любому офис. О, здесь есть, по-моему, лифт. И он рабочий. Лифт работает, то есть электричество в этом здании есть. Инопланетные технологии находятся на самом верху. Так что нам нужно на самый верх. Ой, криперы, извините, вы меня не видели. Я вас не видел. Так, здесь у нас что? Здесь у нас также абсолютно ничего. А, видимо, здесь еще не успели достроить этаж. Так, ладно, еще наверх. Тут также пусто, наверх, наверх. Ага, все, походу мы приехали на самый последний этаж. И где-то на верхушке вот этого здания должно находиться то, что нам нужно. Да, здесь, кстати, редстоун проведен. То есть электричество здесь по-любому было. Так, и там... Да, там что-то есть. Это меня уже радует. Так что при помощи наших дубовых досочек мы поднимемся наверх и посмотрим. Что же там за инопланетные технологии нас ждут? По-любому в этом сундуке. Паутина и земля. Так, ладно, может быть в этом сундуке. Golden Apple? Так, оно же обычное красное. Я его съел. Ну ладно, неважно. Еще один сундук остался. Печка. И что он? Упана. Еще две книжечки и костюмчик Бентена. А это мне уже очень сильно нравится. Так, жагет, футболка. Ультиматрикс. Так, книга и перо, книга и перо. Давайте ознакомимся с книжечками. Надеюсь, ты разберешься, что с этим делать. 1842 год. Ты с чего? То есть эти часы попали на землю в 1842 году? Хотя эту записку написали в 1842 году. Меня это на самом деле немного пугает. Книжечки на всякий случай оставим. Возможно, они нам понадобятся. Для создания зеркального измерения тебе понадобится многорисцовый шахтер и рамка портала. Думаю, ты найдешь рецепт для них. Многорисцовый шахтер. Рамка портала. Так, это крафтится при помощи каменных кирпичей. Вот такой вот простой штуки, которая делается, ну, прям, очень элементарно. Правда, нам понадобится все равно найти где-то один кусочек железка и креми. Но, я думаю, проблем с этим не возникнет. Ну, балдежненько. С дыркой на пупке. Прямо как я люблю. Ой, господи, почему нельзя под... нормально. Во, вот так вообще, балдежненько. И ботиночки. А что я зеленый такой стал? Точнее, черно-фиолетовый. Ладно, ботинки не будем надевать. И, конечно же, ультиматрикс. Все же, ультиматрикс активирован. Значит, надеваем жакетик. И все. Ну, самый настоящий защитник. Только есть одна проблема. Мне нужна еда. И я сразу сходу стал каким-то пришельцем, которого могу апгрейдить. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как зовут этого пришельца. Я уверен, что вы знаете. И знаете, по-моему, это самый балдежный пришелец, который только мог нам попасться. Потому что, во-первых, он умеет летать. Господи, это реально прям заброшенный город. И там какой-то порт еще есть. А это что? Возможно, это какой-то... это типа склад, что ли? Ладно, допустим. Здесь идет какая-то стройка. Ну, как вы понимаете, она не закончена, потому что случился апокалипсис, да. И мне бы найти продуктовый магазин какой-нибудь. Но это, по-моему, не продуктовый магазин уж точно. Ну да, здесь хранятся какие-то шмотки. По-любому это склад. Потому что мне нужно в любом случае найти хоть какую-нибудь для себя еду. Ведь у меня ее вообще нету. Конечно, вы мне скажете, Скретч, ну ты же пришелец. Ты можешь полететь свинку-коровку убить и забрать все мясо у них. Ну, в принципе, да. Но все-таки продуктовый магазин был бы получше. Так, подождите, а это что? Это аэропорт? Ну, по-любому в аэропорту есть бутерброд всякий и так далее. Хотя они стоят 100 миллионов долларов там. Так, здесь паутина. И надо не забывать о нашей главной цели, что мы должны... Ой, господи, сквозь стену проходить мы умею уже, да. Что мы должны с вами создать зеркальное измерение. Какие-то фильмы выпускаются. Так, подождите, скелеты. Давай ты постоишь во льдах. Э, ты еще и драться умеешь, я понял. И я бы хотел сменить пришельца, потому что оно одним пришельцем все время гоняет такое себе. А вот этот вот пришельц, который может вот так. Это самое то, что нужно для спасения мира, как вы понимаете. Так, здесь довольно-таки темно. Где мой факелочек? Ой, я нашел диск с Windows 2000. Так, это мне вряд ли понадобится. Так, скелетики. Давайте-ка, до свидания. Очарованный лук на силу. И немножечко надо осветить этот аэропорт. В принципе, он все равно больше никому не понадобится. Так что мы можем его сносить хоть то раз. Крепер, давай иди отсюда. Ой-ой-ой, это я зря, по-моему, сделал. Так, магазин электроники. Так, фастфуд. Нет, они все, они все пустые. Здесь точно нет еды. Я понял, обидно. Ладно, ребят, пойдемте с вами начнем собирать как минимум ресурсы для того, чтобы создать зеркальное измерение. Это нам в любом случае понадобится. Ведь нам сказали, что именно там мы сможем стать богом. Что это вообще значит и как будет выглядеть это зеркальное измерение? Как минимум, для вот этих рамок портала нам понадобятся каменные кирпичи. Но если так посмотреть, тут практически все дома состоят именно из него. А это нам очень и очень на руку. Так, портал. А интересно, каких он размеров должен быть? Ну это мы тоже с вами обязательно сегодня проверим. И надо бы испытать побольше пришельцев. Этот пришелец, кстати, умеет летать. Кто не в курсе? Умеет уничтожать. Классика. Так, ладно, какие там пришельчики у нас есть еще? Допустим, это будет Эхо-Эхо, который может создавать клонов. И, кстати, эти клоны, возможно, будут нам помогать. Они даже с моими плащиками. Ууу, мне это нравится. Ну и, конечно же, мы можем его модернизировать до более крутого чувака, который, как минимум, может смотреть через стены на короткий промежуток времени. И просто посмотрите, сколько здесь мобов. Это просто офигеть. А еще он может вот таким вот образом очень громко орать. О, господи, как это громко и противно. Так, ладно, что у нас там за пришельчики есть еще? Давайте выберем следующего. Пусть это будет вот эта вот рептилия. Просто при помощи него мы сможем довольно-таки... Не понял? Э-э-э! Господи, я забыл включить на часах мастер-контроль, для того, чтобы они не садились. И они сели. Так, ладно, походу, какой-то очень небольшой промежуток времени мы будем с вами без тела пришельца. Но, по крайней мере, здесь есть дом, в котором мы сейчас собрем каменные кирпичи. Так что, погнали. Так, ну я добыл 12 штучек. Именно столько мне нужно для того, чтобы сделать рамки портала. А вот для этой штуки тоже нужны каменные кирпичи. Ну давайте еще штучки 4 добудем. И этого точно хватит на все про все. И нужно бы, кстати, сделать еще одну самую обычную каменную кирочку. Потому что я сомневаюсь, что, господи, можно крафтить из кирки необычной. Так, ну что ж, ребят, в принципе, мои часики перезарядились. И надо бы активировать мастер-контроль. Все, теперь мы сможем превращаться в пришельцев. Когда заходим, на сколько заходим и так далее. Поэтому прямо сейчас... А что я такой медленный-то? Или этот пришелец медленный? Нет, если он медленный, он мне не подходит. Кто тут есть еще? О, балдеж, вот эта штука мне нравится. Я что-то нажал. А, я изучил знания о всех пришельцах. Я понял, я понял. Ну а еще этот чертила может бить молниями. Балдельненько. Так, а вот как раз-таки булыжничек для того, чтобы мы смогли сделать с вами каменную кирочку. Так, нам нужно сейчас найти как минимум летающего пришельца, которым мы еще не становились. Допустим, о, вот эта штука желешечка умеет летать. Так, балдежненько. Прямо сейчас, ребят, мы отправляемся с вами на поиски как минимум железа. Опа, здесь еще есть какая-то деревня. И видимо она тоже заброшена, потому что... Да, здесь дома пустые. У меня как минимум хорошие новости, потому что я нашел где найти железо. Все, балдеж, у нас есть теперь... А, у нас и было... Понял, принял, обработал. Единственное, что нам осталось, это, конечно же, гравий. Но его мы с вами получим при помощи вот этого пришельца. Потому что он умеет как бы взрывать. А если он умеет взрывать, значит гравий он обработает быстро и получится кремень. Давай нам кремень. Что вы хотите сказать, что весь кремень взорвался? Ладно, покопаем ручками. Опа-на, а вот это вот тоже, что мне нужно. Так, активируем полет, чтобы побыстрее его забрать. Все, у нас есть абсолютно все. Для того, чтобы мы с вами создали портал в зеркальное измерение. И там, кстати, мы можем протестить вообще все-все-все-все-все. Так, ладно, ставим верстачок. Что нам нужно? Во-первых, нам нужно сделать зажигалку. Готово. Далее нам нужно сделать многоразовый шахтер. Делаем целую кирочку. Готово. И теперь много... Палки теперь нету. Господи, постоянно что-то в этих крафтах новое нужно. Все. Многоразовый шахтер готов. Теперь мы создаем рамки портала. Рамка портала раз. Рамка портала шестнадцать. Ну, я надеюсь, этого хватит. Так, а как должен выглядеть портал? Давайте попробуем для начала построить самый-самый классический. Так, мы создали портал. О, активируем. То есть мы прямо сейчас на пороге спасения мира. Надеюсь, что да. Только меня вообще перенесет или нет? О, что-то произошло. Так, подождите. Загрузка мира. И я оказ... Что? То есть вы хотите мне сказать, что я оказался в абсолютно плоском мире. Но мне сказали... Так, как там было в этой записке? Точную копию нашего мира. А где ты сможешь быть богом? Но это как минимум не похоже на точную копию мира, в котором я был. Очень не похоже. Прям очень не похоже. Просто плоский мир. Но здесь есть шахты. Очень глубокие шахты. Я обезьяна. Я умею карабкаться. Так что нужно отсюда побыстрее уже выкарабкиваться. Вообще мне не нравится. Так, кстати, эту мартышку мы можем проапгрейдить. О, теперь это балдежная мартышка. Так, а я... Я вот не хочу. Я не хочу быть в этом измерении. Я хочу вернуться домой. В обычное измерение. Надеюсь, это получится сделать. Пожалуйста. Короче, ребят, я понял, как перемещаться по этому порталу. Нужно просто в нем присесть. И тогда все работает нормально. Так вот, я вернулся в тот самый мир. Знаете, мне вот эта вот зеркальная копия моего мира не нравится. Я бы уничтожил тогда до конца этот город. Так как... Пустой мир, как бы. Че в нем интересного? Никого спасти. Как я понял, что-то не получилось, да? Все как были, так и остались. Непонятно где. И в натуре я, по-моему, один в городе и одни скелеты ходят. Так, ну значит, будем тестить. Потому что, как я знаю, не все видели этих балдежных пришельцев. Вот просто посмотрите, как выглядит ядро в костюмчике... Антенна. Да, даже глаз не видно. Потому что вот они. А как бы в жакете он вообще слепой получается. А еще он может становиться вот такой вот шариком. И кататься. И больше он ничего не может. Довольно-таки бесполезный пришелец. Так, эй, ты у нас еще... О, это штука, которая может жрать все блоки. Он жрет блоки и плюется ими потом. Да, паук? Ты хочешь, чтобы я в тебя поплевался? Ну, давай я в тебя поплююсь. О, балдежненько. Так, и кстати, здесь пришельцев, на удивление, довольно-таки много. И многие из них получили дополнительные силы. Господи, какой здоровый луч. Только я его теперь потушить не смогу. Ээээ... Или смогу? Не, не смогу. Ну вы, конечно, извините. Но я могу стать еще больше. Еще и летать. Просто посмотрите, насколько этот город маленький по сравнению со мной. Так, по-моему, это не город, а деревня. Город где-то здесь. Знаете что, ребят? Мне пришла в голову гениальнейшая идея. Только для начала мне пришельц сменить. Потому что с этим максимально неудобно. Так, кто еще может быть? Допустим, вот эта вот штука. Которая может... Ой, нет, мои уши! Ребят, слава богу, вам повезло, и вы слышите не так громко, как я. Но еще здесь есть магнит. Нет, мне нужно что-то летающее. Мне нужен какой-нибудь летающий пришельц, допустим. Это у нас кто? Это у нас алмаз головый. Ну или как я его в ультиматриксе называю обсидианоголовый. Ну потому что он в натуре с головой обсидиана. Так, что он может еще? Еще он может сделать вот такой вот щит, который спасет его от любой оттайки. Далее он может кидаться алмазными осколочками. Выглядит, если честно, как лед. Но это алмазные осколочки. Так, еще мы можем сделать шипы из алмазов. Ну и конечно же, конечно же, дождь из алмазов. Только мне бы наверх. Э, не понял? Сейчас произошло что-то странное. Там был, я что-то важное стер. Там коннектинг к межгалактической какой-то штуке был. Ладно, давайте мы станем призраком. Потому что он как бы умеет становиться невидимым. Я стану невидимым, само собой, чтобы меня никто не видел. Далее мы можем проходить через стены. Но если я пройду через стены, я упаду в пустоту. Это город эндерменов, что ли? Раз меня никто не видит, я полностью невидимый, я могу изучить этот город. Я такого в этих ваших майнкрафтах еще не видел. Здесь черный самолет. О, давайте заскочим с вами на самолет. Извините, если небольшую турбулентность вам создам, я тут это заделаю. А, это абсолютно пустой самолет. Хотя, действительно, зачем эндерменам самолет, если они умеют телепортироваться? Так, пройдем сквозь стеночку. Чтоб не разбиться, полетим. Ну то есть, как я понял, в эндермире нет ни дракона, ничего. А это что за шлем летает? Да, ребята, вот слушайте, вот этот мир мне нравится гораздо больше, чем тот пустой, который я создал. И знаете, я бы жил, здесь даже есть люди. Ну правда, это заключенные, у которых мы можем забрать тетрадь смерти, но все же здесь есть люди. Да, город эндерменов это что-то необычно. И знаете, ребят, я думаю, что на этом все-таки можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если вы хотите продолжение, то обязательно влепите лайк, ну и конечно же подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Скретч, всем удачи и всем пока.